Вопросы про месячные и про тренировки. Итак, вопрос от Тани. Вот когда начинается менструальный цикл, то как тренироваться? Делать то же самое, что и всегда? Или может быть облегчить упражнение? Подскажите, пожалуйста. И через некоторое время совершенно Алла спросила меня в фейсбуке. Нигде не отыскала про упражнения или ограничения во время предменструального цикла. Спасибо за календарь. Я уже давно собиралась рассказать вам про то, как влияет наш менструальный цикл на наши тренировки. И вот появилась возможность. Действительно, цикл влияет не только на наше настроение, но и на то, как хорошо мы тренируемся и на качество наших тренировок. У меня на эту тему написана хорошая статья на блоге. К сожалению, она на английском. Думаю, к тому времени, как вы уже смотрите это видео, я ее переведу, так что вы сможете почитать ее и на русском. Ссылку на статью оставлю, как всегда, под видео. Наш цикл, как все мы знаем, состоит из 28 дней или 4 недель. Так легче считать и ученым, и нам. Поэтому такая цифра взята как исходная. В свою очередь, цикл делится еще на два цикла. Так сказать, прединструационный и послевинструационный. Или, если с другой стороны смотреть, предоволюционный и дооволюционный. И все это из-за того, что разные гормоны отвечают за эти циклы. И как раз-таки эти гормоны отвечают за то, как мы себя чувствуем. Например, фолликулярная фаза начинается с первого дня месячника и длится до 15 дня, то есть до овуляции. Это тогда, когда наш цикл находится под влиянием гормона эстрогена. И если забыть про первые несколько дней месячных, то это цикл, когда мы чувствуем себя сильными, бойкими, и вообще, что мы можем забраться на любую гору. Особенно пик этого ощущения приходит на 15-й день приблизительно, день овуляции, когда в нашем теле очень много выделяется гормона тестостерона, до мужского гормона, который позволяет нам чувствовать себя суперсильными. После этого все идет на спад. Вторая часть лютеиновая, это та часть, как раз-таки, когда мы находимся под влиянием гормона прогастерона, и начинаются все эти противные дела. Ближе к концу этого цикла, как мы все знаем, начинается ПМС, во время того, когда мы чувствуем себя немножко более усталыми, вздутие живота, и все знают эти головные боли и все подобное. Все бы ничего, но во время ПМС, то есть последних 7 дней до начала месячных, выделяется такой гормон, как релаксин. И он, в свою очередь, расслабляет наши связки, и мы, к сожалению, можем получить травмы. Именно в это время ученые зарегистрировали большее количество травм у спортсменок. Так что будьте аккуратны. В целом, самое главное, что следует учитывать во время тренировок и месячных, это то, как вы себя чувствуете, точнее, как именно ваше тело на этот момент себя чувствует. Если в первый день месячных у вас ужасно болит живот, то можно сделать тренировку полегче или даже не делать тренировку. Но хотела бы заметить, что потренировавшись, вы можете заметить, что боли уменьшились. Дело в том, что тренировки приводят больше крови к мышцам, как мы все знаем, и это немножко облегчает нашу боль. Если вы ведете активный образ жизни, то вам следует знать свой период. Стоит знать, когда он начинается, когда он кончается, сколько дней занимает. Так вы сможете приблизительно знать, на какой фазе вы находитесь, и почему у вас сегодня болит голова, и когда вы более склонны к травмам. Для этого у меня есть, например, отличный вот такой ап. Просто супер помогает мне. Я всегда знаю, когда что начинается, когда кончается, и никаких проблем. И когда, если какие-то есть отклонения, то тогда уже стоит решать, смотреть, в чем проблема. И еще что бы я хотела посоветовать. Если вы занимаетесь йогой и любите стоять на руках и все остальное, не слушайте нонсенс насчет того, что перевернутые позы во время месячных запрещены. Запрещены кем? Я смотрела и изучала, и нет ни одного исследования, которое сказало бы, что во время месячных женщина не может стоять на руках, или что во время месячных запрещены какие-то перевернутые позы. Извините меня, но высказывание того, что кровь будет течь в другую сторону, это не просто смешно, но это даже глупо. Мы бы хотели, наверное, чтобы наша кровь текла в другую сторону иногда, чтобы варикоза не случалась. Но, к сожалению, это не случается. Так что, если вы любите стоять на руках, и если во время месячных вы хотите делать перевернутые позы, никто вас не запретит. Столько смотрите, как чувствует себя ваше тело, и исходите из этого. Ответ получился длинный. Переходим сразу ко второму вопросу. Второй вопрос – это одна из моих любимых тем. Развеяние мышл. Зачитываю вопрос. Оксана, спасибо за информативное видео. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к БАД для похудения, типа Redoxin Light в программе «Худеем за неделю», ты когда-нибудь пробовала их, стоит вообще употреблять данные вещества. Yes! Попались! Те, кто пробовала, я думаю, знают, а те, кто не пробовали, все еще надеются, что есть эта волшебная пилюля. Думаю, я не первая, не последняя, кто будет вам говорить, что ее нет. И чтобы это доказать, не нужно на самом деле даже быть профессором. Для того, чтобы узнать, как действует этот препарат, я пошла на их страничку и прочитала. Они говорят, что Redoxin Light – это средство для контроля веса и формирования подтянутого и привлекательного силуэта. И главным действующим лицом или веществом этого препарата является конъюгированная линолевая кислота. И вы можете все о ней прочитать на этом сайте. Также они вам расскажут, что благотворно влияет на состояние мышечной ткани и помогает организму добиться оптимального соотношения жировой и мышечной массы. Вы понимаете, что они вам пытаются продать просто волшебный ключик к здоровью и красивой фигуре. Возьмем эту конъюгированную линолевую кислоту и проверим, какие исследования сделаны для того, чтобы узнать, действительно ли она так работает. Потому что на сайте, естественно, написано, что она работает. Далеко не стоит идти, как даже Sports Wiki уже рассказывает нам о том, что более 30 клинических исследований было посвящено изучению влияния конъюгированной линолевой кислоты на вес тела. В них использовались различные дозы и схемы приема. В итоге метаанализ результатов 2007 года показал, что ЦЛА, это конъюгтированная линолевая кислота, оказывает незначительное влияние на жировую массу и практически не влияет на рост мышц. И если еще немножко погуглить, то вы увидите все варианты этих исследований и то, как немножко влияло, совсем не влияло, где-то что-то увеличилось, где-то что-то уменьшалось. В целом, как вы понимаете, не влияет. Если вы пойдете на сайт этого продукта, например, и почитаете отзывы, которые там же публикуются, то это просто КВНа не надо. Например, одна женщина пишет, что у нее были проблемы с весом, она набрала 5 лишних килограмм, начала пить редуксин лайт, и теперь, заметьте, должен был вес уменьшиться. Вес увеличился за последний месяц еще на 1 килограмм. Стали малы джинсы не в попе, а в ляжках и в икрах. Похоже, действительно наращивается мышечная масса. А вот похудание и ухода жира в проблемных местах я не наблюдаю. Пьет капсулы, и у него растут мышцы, вместо того, чтобы худеть. Если честно, после таких заявлений, я просто не знаю, как еще можно реагировать на такие препараты. Также его советуют пить по 5-6 капсул в день. Это, я думаю, можно подумать, что ты больной, когда ты должен в день 5-6 капсул в себя запихать какой-то кислоты. В общем, я считаю, что это полная ерунда, и никому не советую тратить свои деньги, и тем более свое здоровье на какие-то капсулы. Если вы хотите увеличить мышечную массу, займитесь тренировками. А если вы хотите похудеть, то нормализируйте питание. Это не так тяжело. Но надеяться, что эти капсулы помогут, поверьте мне, не помогут. Второй препарат, который здесь упоминается, худеем за неделю, я пыталась также изучить, но очень странный сайт. Я все странички облазила там, и так и не поняла, что они продают. И все, что я заметила, это меню, которое там есть, и дополнительные перекусы, которые можно купить опять-таки у них. Всякие кисели или какие-то батончики. В общем, поверьте мне, если кто-то впаривает, что помимо нормальной еды вам нужно еще и кисели и батончики, то это тоже развод. Извините, что я так, может быть, группа немножко говорю насчет этих БАДов и других интересных программ по похудению, но когда пытаются коммерчески навязать какую-то ерунду, у меня просто внутри все переворачивается. Следующий вопрос был от Мари. Она пишет, Оксан, было бы очень здорово, если бы предложила какую-нибудь утреннюю зарядку, которая спасла бы отсутствие активности в дни, когда нет тренировок. Я очень переживаю, что работа сидячая за компьютером, и так как я молодой специалист, рабочий день у меня не 8 часов, а гораздо больше. Хочется же во всем разобраться и стать суперпрофессионалом. Молодец Мари. Мне кажется, что уже разжирела и целлюлитом обросла. В общем, у меня так. Работаю с 8 утра, и в основном вся работа сидит за компьютером. Получается так, что за неделю 1-2 раза получается выбрать на зумбу, 2-х часовая хатха на выходных, в основные дни работа до 8 же. Думаю, что у многих такая же нехватка времени и уже возможна сил. Помоги нам. Я все помогу вам. Нужна очень зарядка ежедневная, которая не отнимает слишком уж много времени, чтобы не нужно было вставать в 5 утра, если работаешь с 8. Но чтобы все-таки хоть немного подтягивала мышцы и спасла цели. И спасла целлюля. Целлюля. И на все тело была бы. П.С. Прости, что так длинно. И да, наверное, прошу о чем-то нереальном. Если была такая универсальная зарядка, то все ходили бы с фигурой барбери. Да, действительно, длинный комментарий, но веселый. Конечно же, у меня есть пару советов, что можно сделать. Во-первых, я сделала вот эти два видео. Как выжить в офисе. Обязательно посмотрите их. Я думаю, из них можно взять кое-что на заметку. Также есть постер, который можно распечатать или хотя бы просто посмотреть. Опять-таки, если видео невозможно использовать, что можно делать на работе и как растягиваться во время работы. Это важно. И насчет утренней тренировки. Если посмотреть со стороны физиологии человека, то с утра у нас очень повышен гормон кортизол. Это гормон стресса. Если с утра еще сделать интенсивную тренировку, то он может вообще начать зашкаливать. И это не очень хорошо, так как кортизол вызывает не только стресс, но и катаболизацию наших мышц. Поэтому, что нам нужно с утра, если вы хотите действительно что-то сделать, и это очень полезно и хорошо, это нужно сделать небольшую растяжку или какой-нибудь небольшой, не очень тяжелый комплекс йоги. Это, наоборот, нормализует и приведет в порядок ваш кортизол. И в то же время, я думаю, любая растяжка, это как солнышко в нашей жизни. Например, можно сделать такую растяжку, как приветствие солнцу несколько раз. Посмотрите, какие у меня есть растяжки. Любой комплекс из них можно сделать с утра. И он не займет больше времени, чем 5, ну максимум 10 часов. Обязательно посмотрите завтрашнее видео, как бороться с целлюлитом, потому что там вы увидите кое-что про тренировки, о чем вы могли и не догадываться. Ну, сегодня я заканчиваю отвечать на вопросы. Надеюсь, вам были полезны. Как обычно, если были полезны, поделитесь с тем, кому тоже будут полезны. Оставляйте свои комментарии под видео, в Facebook и ВКонтакте. Попробуйте задать мне голосовой вопрос. Не устану повторять, пока мы не начнем использовать эту замечательную возможность. И до встречи в следующих видео. Завтра уже будет онлайн наш ролик о том, как бороться с целлюлитом. И все. На сегодня заканчиваю. Всем отличного настроения. Скоро весна. Ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok